всем привет дорогие любители косметусе ну что сегодня мы с вами поговорим про некие разочарования которые случились со мной в 2020 году да вот поэтому ну что приступим к разбору вот-вот просто вот-вот-вот-вот нистовой коробочки думаю что логично если мы начнем с ухода уход очень простой начнем с вот такой вот штуки это косарекс good morning гель клинцы господи давайте говорить по-русски спасибо гель он гель он гелевый гель гелевый гель ну вот такой вот специально кстати сижу друзья со светом и поближе чтобы уж и нормально показывать продукт вот надеюсь вам будет видно все для вас купил естественного по всем отзывам хвалебным нехвалебным все его хвалили я чуть не понял он пенится да он смывает гидрофильное масло да но на меня он не произвел никакого впечатления он не очищает до знаете такого скрипа кому-то нравится кому-то нет но по всем вот этих всем всем хвалебным отзывам я ожидал от него действительно чего-то большего но как-то он меня разочаровал я пользуюсь пенками от дав они меня радуют чуть больше чем он поэтому но скоро скоро я сниму видео про тяжелый люкс и там будут немножко другие средства поэтому честно вот прям жалко даже потраченных денег но иногда я им конечно умываюсь но сказать что он что-то делать с комбинированной кожи да что он там как-то вычищает ее до убирает сальцы да с нашего с вами лица пор очищать да нет просто вот гель обычный корейский гель который ну вот умылись смыли гидрофильное масло и вперед дальше что мы делаем мы тоник да назовем это так вот это вот тоник это кафе красоты это российский тоник сейчас даже вам скажу он изготовлен в москве да он у меня извините вот полный специально сижу вот так да видно извините он даже пыльный потому что потому что я не пользуюсь он с это чаще очищающий гель тоник для лица для жирной и проблемной кожи с экстрактом масла лаванды давайте мы понюхаем с вами вместе лавандой пахнет все как бы круто но кто-то говорит что лаванду нельзя использовать для жирной кожи что могу сказать во первых он действительно густой он скорее даже он действительно гель я его назвал бы даже тонерности только красиво давайте этого тоника сразу после умывания да начало сжечь кожу то есть у меня кожа начала прям краснеть она начала краснеть сжечь ну и как-то вот и как-то меня это все очень не впечатлило поэтому вот он стоит и стоит ведь у меня появились раздражение на этот тоник вот прям жесть утром то же самое то есть утром протираю им лицо и кожа просто горит пламенным пламенным огнем поэтому вот да он вам стоит рублей 100 200 конечно вы можете рискнуть его попробовать но вот я не рискнул вот написано для жирной проблемной кожи прыщи он сразу говорю не убирает но не подсушивает ничего поэтому не надо возлагать на него какие-то большие надежды поэтому ни о чем дальше знаменитый бренд серовая караве серовая все говорят по-разному это мицеллярная вода для снятия макияж у меня есть данный бренд я вам потом покажу огромная банка этого крема знаменитого я привозил его из америки после данного продукта который смывает макияж до начала сжечь глазам очень сильно причем затем опять же появились раздражение на коже то есть кожа начала гореть краснеть и появились некой ки высыпания особо макияж он не снимает и это еще хочу заметить до того как мы приступили к смыванию данного продукта то есть пока натираем лицо значит диском ватным с данным продуктом у вас горит лицом краснеют глаза они щипят раздражаются ну и как бы весь букет приятных свойств данного продукта самое что для меня удивительно данный продукт сделан компании лореаль я еще глубоко не внедрялся в производство данной марки но знаю что она делается в америке и почему это средство продающиеся в наших аптеках от компании лореаль я не очень понимаю вот пройдет написано изготовлен во франции вот ну ничего будем будем разбираться не рекомендую захотите купить попробовать не советую вот просто не советую покупать я его просто и мыл кисти и что-то еще поэтому это просто был ад на лице честно краснющее лицо горючее глаза не не смываются и это как бы ну капец капец дальше переходим к к к к к чему мы переходим а к кремам для лица до сейчас не буду говорить что он прям какой-то плохой он хороший это и не сфри до его многие рекламируют многие знакомы до имени сфри появился в россии это стандартная классическая линейка с зеленым чаем я его уже закончил вот специально осталось еще для обзора чуть-чуть пахнет он чаем и просто увлажняющий крем то есть я конечно же с ушами как у чебурашки надеялся на то что он будет творить какие-то чудеса но он не творит чудеса и могу сказать что для моей комбинированной кожи мне было мало увлажнения могу сказать так на ночь его хорошо вот на ночь прям он шикарно заходит на день опять же птурис для моей комбинированной кожи мне было реально маловато увлажнения у меня вот здесь и нос он шелушился поэтому вот прям совсем маловато ну и здесь тоже все шелушилась как-то ну не знаю честно второй раз покупать не буду вот и все просто сказал что я попробовал да крем неплохой на лето он зайдет всем просто на ура мне он как бы нет второй раз я его просто не куплю вот дальше про крем для лица и тела и души это вот этот вот чудо чудо крем знаменитый крем с ромашкой от и врачи опять же все его хвалят все его любят все от него тащатся и все от него восторге я опять же со своими ушами чебурашки решил ну куплю куплю попробую на ночь типа вот как всегда твой значит лень мне пользоваться намажусь им я не знаю не знаю кто этот им уже пользовался а ну никто пахнет он ну пахнет травами то есть банка понимаете полуполная значит я его использовал сразу же в этот же день как я его купил то есть не думать что он там лежал месяц нет вот как я пришел купил умылся до снял макияж и портюр лицо тоником другим и все и нанес ну извиняюсь конечно но вот прям вот ну чуть-чуть ну прям вот чуть-чуть на лицо то он жирненький плотненький и через каких-то пару минут я думаю что лицо горит ну вот прямо теплое и она прям горит она прям горит ты его трогаешь она горячая я подхожу к зерпалу а у меня как бы все лицо вот вот где был крем вот здесь вот это все она все красное она просто малиновая еще даже покажу вам какое она да у меня красный глаз медис ниточки вот примерно такого цвета у меня было лицо вот такого цвета у меня было лицо это был просто какой-то товарищи от на на земле я давно такого не ощущал даже вот это вот бадья такого не творила с моим лицом то есть после вот этого крема от и в расше у меня просто вспыхнуло лицо пламенным огнем я честно был шоке я в еле-еле смыл и смывал я его так прям лицо болело то есть лицо давай скажем ну получила некий ожог кожи лица получила ожог я по-другому назвать эти ощущения не могу вот когда вы сгораете на солнце у вас вот болит кожа да вот такие ощущения были у меня и тут же я намазался просто вот таким слоем пантенола ну а утро слава богу все прошло больше я им не стал ничего мазать мама помазала тело сказал что какая-то гадость сказал зачем ты мне вообще это предлагаешь оставь дорогой сынок это себе вот теперь я не знаю что с ним делать может быть я его буду также сдавать подругам вот так вот по маленьким баночкам не знаю может быть отвезу на дачу и пусть там лежит и не знаю ноги мазать но это просто трэш я не знаю для какой он кожи что он делает но для лица это просто нет особенно для моего это трэш поехали дальше из когда мы это все ночи смыли намазались окей едем а едем дальше попробуем поговорить про наверное средства декоративные плюс-минус и еще немножко про уход так дальше энзимная пудра от майкла ран сад кларанс купил ее во время пандемии приятно пахнет ну хорошо счищает и умывается умывает умывается смывает гидрофильное масло но все равно после всех вот этих вот манипуляции с гидрофильным маслом и энзимной пудрой хочется умыться я умываюсь опять повторюсь пенкой отдав шикарной пенки поэтому сейчас покажу как она выглядит надеюсь здесь будет видно на камере вот конечно зрелище такое зрелище такое пахнет она приятно там это растение поэтому все очень круто составы почитаете я оставлю везде ссылки приятная вещь доступна бюджетная продается она везде даже на валверис поэтому именно вот кларанс бюджетная из всех средств которые есть поэтому купите у кого комбинированная жирная кожа это просто персик дальше уже моя просто вторая банка это тут заканчивается просто вот уже все там заканчивается второй банк уже стоит купила естественно на скидочках это елизавета пузырчатая очищающая маска знаменитая знаменитая маска люди граждане тук-тук у кого комбинированная жирная кожа вам это просто необходимо она вычищает просто персик а если после неё нанести на черные точки вообще на прыщики пленчатую маску я покажу потом фаворитах это просто какой-то будет подарок вашей коже поры будут наичистейшие да они будут чуть-чуть сужены и вычищены ох вот это просто радость шикарная вещь просто радуюсь как вне себя мира вторая банка дальше база под макияж это как ее зовут затирка для пор я пользовался затиркой для пор от smashbox hd который да но она жутко силиконовая и пользоваться ей скажем каждый день это как бы ну тяжеловато для людей у которых комбинированная жирная кожа она у меня вызвала прыщи она прям вызвала прыщи при этом я умываюсь гидрофильным маслом как бы я дал ее подруге сказал спасибо пользуйтесь сами я купил себе биодерма 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 вот такая вещь ее много но меня пугает и расстраивает что здесь срок годности 6 месяцев в открытии и прям грустно и там грустно и сейчас мы тут снимем эту пудру то есть она вот такая вот белая да она белая и боже почему не закрывается баночка белая и когда мы делаем с вами вот так чик-чик ее нет все ее нет поэтому пахнет она аптекой ничем на не пахнет она прекрасно выравнивает поры матирует но она их не забивает расскажу значит я наношу ее именно вот на этот треугольный нос до на стрюку господи никита алло на нос и дальше значит работаем консилер немножко тона бибишечки и как бы крут и сверху пудряшкой все норм почему не забивает потому что к вечеру если не пройтись салфеточкой для удаления жирного блеска да и не закрыть пудрой у вас будет проявляться уже ближе к вечеру то есть это скажем ну 10 часов она держится точно будет проявляться тот самый жирный блеск это опять же нам дает понять что это средство не забивает поры вот и все у меня не вызвало прыщи на носу и на других частях лица не прыщи ничего там не закупоривает прекрасно смывается на ее прекрасно ложится все декоративные средства прекрасно дружит с увлажняющим кремом я их использовал вместе то есть сначала это потом это прекрасная вещь да она как-то очень не бюджетная и и и и вот поэтому я все ссылочки оставлю хорошая вещь если будет на них какая-то скидка в аптеках берите вот прям берите не пожалеете у меня ее еще очень много потому что ну понимаете на нос да и сюда много не надо для визажистов тоже хорошая вещь дальше поехали мы нанесли вот это значит база под макияж это польческий бренд да думаю вы с ним знакомы в плане того что вы увидели магазине подружка нравится перфекта варшава токио нью-йорк значит арома праймер товарищи вот просто запах вам не передать это просто непередаваемый запах я люблю тяжелый аромат начнем издалека я люблю тяжелые ароматы я люблю ароматы пудровые какие-нибудь знаете с горчинкой с перчинкой ну тяжеленький и когда я попробовал этот праймер он прям пахнет как я люблю вот прям амбра мускус все как надо винтаж винтаж ненька праймер то хороший как бы неудобно что он вот в таком формате что его надо копать да но я выносил на ручки и вот так потом с подшиком проходил то есть толстого слоя не было он не забивает поры да у нормальный выравнивает ложится но не вся косметика на него ляжет то есть bbcc на него не ложатся на него хорошо зайдут лично для моей комбинированной кожи на него хорошо зашли плотные тональники то есть тональники с эффектом мотирования до которые даже тот же стелла у дабл в на него ложится прям кайф вот прям ложится сладко все остальные которые с эффектом сияния да и так далее легкие тональные средства они прям будут ну супер блестеть они могут поползти как бы нет а дело в том почему я им не пользуюсь и я его просто отливаю потихоньку всем подругам которым надо и визажистам тоже запах запах не выветривается в течение дня вообще то есть вы это все нанесли и выходите с этим ароматом весь день до вечера он не выветривается как бы и когда вы сверху наносите свой парфюм еще вот это у вас у вас просто бред голова у меня начала реально болеть голова очень сильно я бы просто просто в шоке от этого и как бы я перестал им пользоваться но средства для визажистов работающих то есть она реально быстро действует раз 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 нанесли впиталось выровняла кожу с эффектом некого блюра все все ложится опять же для макияжа для фотосессии там требуются такие плотные тона для возрастной кожи поскольку я провожу фотосессии для возрастных дам там не используем стойки такие знаете w мы не используем потому что закатывается в морщины легкое мы используем но там и другие базы под макияж прям такие вот нейтральные вот это просто от по запаху от нет вот даже сказать нечего просто от адовый но зайдет нормуль опять же повторюсь для кого для того у кого сухая кожа комбинированный любых типов кожи зайдет после как много я говорю про это средство ножами не понравилось но аромат здесь написано до арома не смотрите на меня что я купил ароматический правильно для лица но запах и опять же не все средства к нему просто подойдут и все на него лягут дальше пошли ой но это просто моя любовь это мои любимые салфетки для снятия макияжа они чуть-чуть с пилингом знаете продаются подружки люблю не могу стоит просто персик дальше поехали поехали дальше средства которые я не понял и как-то вообще спрей кондиционер для волос придание какого-то блеска с шалфеем и розмарином да пахнет он пахнет он круто извиняюсь пахнет он как ящик мы со специями это петербургский бренд one one вот поэтому там даже еще осталось ну просто спрей и он не остался в каком-то из боксов из наборов поэтому вот он стоит и я снимаю для вас видео вот хотите попробуйте хотите не хотите вещь который не делает ничего сразу говорю дальше из декоративки так это не смотрите это у меня хорошая вещь из декоративки поехали до миниатюрка но как бы это новая тушь от шонел не настраиваешь она выглядит прости господи щетку вы видите вы видите эту щетку это просто это щетку сглаз она какая-то супер-пупер новая естественно она супер-пупер новая уже продается в магазинах то есть внутри она пола я щит вам даже это предемонстрирую сейчас мы будем с вами проводить эксперименты господи у меня же куча иголок не подумайте плохо только она сделана по типу 3d моделированию значит столько вот продукта да она полая она внутри просто вся забита вот видите то есть она получается как она сделана по спирали да ну я думаю вы видите да она сделана по спирали и вот там все в продукте да это неплохо это все как бы круто это силиконовая щетка такая прям пластиковая даже но силиконовая она не мягкая сказать что она мягкая вот ну нельзя нельзя сказать что она мягкая силиконовая неважно в ней очень много продукта то есть неудобная щетка то есть до эффект подкручивания есть но мы все то есть вы просто подкрутили и и все как до тушь как бы супер крутая супер черная ну как бы вот супер супер пупер черная она вот она вставляет видите сейчас я так сделаю так она опа можно и круто рисовать вот далее в подарок ужасная тушь по причине того что у меня она от нее я не знаю почему просто появилось раздражение на глазах то есть глаза начало щипать колоть в общем появилось раздражение то есть мне туши шанель вообще не подходят особенно российские в принципе они подходят я не знаю чем это связано этот уж не подошла она осыпается она реально насыпается она не водостойкая опять же у меня она вызвала аллергическую реакцию все как бы нет отказать сразу поэтому я оставлю ссылку не переживайте все как будет гуд дальше еще одно разочарование купленное на вайлберис сразу скажу пожалуйста не гневайтесь это бренд романова это пудра у нее вышла пудра специально взял сегодня чистую кисть она чистая не надо она чистая это в оттенке лай есть у нее еще медиум и темненький 7 грамм купил я ее ну вот прям на скидонах может быть рублей за 800 на вайлберис то есть она была вот так то есть принципе я ее с уже чистил ее было ну вот прям дай скажу вот так чуть побольше было она очень мелкого помогла супер прессованная зеркальце дан все как бы она с этим как его с эффектом сияны сейчас мы тут с вами на шамане вот это я набрал много сейчас я специально просто сделаю для вас watch сейчас вот видите да и сейчас мы попробуем сделать вот так она чуть-чуть ну давай скажем с блюром что ли да она не сияет у нее нету какие-то супер там частиц давайте сделаем вот здесь да вот видите как она я думаю видно надеюсь извините камеры большой нет чтобы снимать сверху вам с watch простить но ставьте лайки подписывайтесь комментируйте давайте что мы обсудим с вами интересно и наверное у меня будет то есть это уже второй слой то есть вот так выглядит второй слой что она делает она не делает ничего то есть видите как она прям пыли 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 она пыли 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 п Я попробовал продукт от Анастасии Романовой. Парам-парам-пам-пам. И все. На этом мы закончили. Я этот продукт как бы отдам подруге. Он ей подойдет по цвету, потому что она белоснежка. Да, красивый футляр. Все как бы круто, все богато, все лаконично и стильно. Но как бы она ничего не делает. Зачем ее иметь, если она ничего не делает. Для какого-то летнего макияжа, да. Но это эффект, наверное, на один час. Не более того, как. Наверное, это было все. На этом мы с вами заканчиваем обсуждение продуктов, которые были у нас как хорошие, так и не очень. Как плохие, так и ужасные. Я надеюсь, вам это видео было полезное. Такое простое. Вот, в принципе, я хочу вам снимать такие простые видео, да. Поэтому комментируйте, пробовали вы что-то из этих продуктов, да. Я хочу слушать ваше мнение. Давайте обсудим. Кому понравилось, кому нет, за и против. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами скоро, совсем скоро. Хорошего дня.